всем привет с вами андрей у нас выживание в подземелье вторая часть давайте берем ежедневную награду у нас сегодня осколки эдмундна собственно заберем его осколки в прошлой серии как вы помните я пробовал бить собственно на болото туманное на 4-2 и меня на мерзком чужаки меня отправили обратно отдыхать потому что там колосс который не контролится там колосс лечился на 9000 хп и он лечился дважды то есть первый ход потом следующий вот плюс он чистился в теории можно пробраться и попробовать пробить этого колосса давайте попробуем вместе с вами так еще раз сделать для этого не инсты нужно подготовиться будете взять побольше ядовиков я думаю они нам должны в этом вопросе помочь не взять одно д д и танка обставайте попробуем party который я хотел бы взять собственно будет выглядеть вот таким вот образом единственное только изоленту нужно поменять так давайте переставим собственно на вторую позицию мы ставим нашего первого ядовика а потом основной который будет дамажить и наша риме которая будет наносить максимальный дамаг собственно так будет всех прикрывать по возможности по крайней мере собственно древний штраш хилить я надеюсь нам хватит урона для того чтобы снести ядовика не знаю насколько это будет сильно тут на рекомендует вилсон и мития вилсон собственно это ядовик массовые мития это массовый огонь уровень мобов 31 33 собственно у нас 33 ребята уже поэтому давайте попробуем на квест который там присутствует мы пойдем чуть позже то есть мы найдем сам квест где он находится зачистим этаж и тогда уже пойдем позже но собственно как вы помните я все читал уже в прошлой серии поэтому мы просто продвигаемся вперед убиваем всех возможных мобов которые нам встретиться по пути тут очень 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 большой этаж он очень сильно запутанный круговой то есть это скажем так не самое удачное местоположение но фишка в том что их не так много то есть первая собственно комнатка потайная тут обычный сундук золотом давайте его заберем тут ведь эту сквозной этаж оказался сквозных этажей очень мало по крайней мере я смог наблюдать по моему опыту игры тут как вы видите очень большой этаж в одни ответвления давайте этих хамелеонов убьем хамелеоны они чем опасно они на второй ход начнут уклоняться если вы их не застакаете ядом например либо любым другим типом ударом и вам урона ну вот хамелеоны будут очень сильно уворачиваться и тут можно помочь в принципе по резко их уклонения у нас собственно ядовик еще прокачался дать посмотри какой у него уровень теперь 35 собственно как и уровень лорда у меня в данный момент давайте этих пузырей тоже забьем кинем ему ядку немножко собственно это медуза которая на втором плане вы видите она очень сильно уязвима к яду она скорее всего просто от яда сама выберется давайте посмотрим в любом случае у нас будет плюс один ход пока мы отреагируем на медузу минут на второй ход если шпасть взрывается поэтому ее в идеале в за один ход потушить вот собственно как вы видите круговая локация тут вообще все очень очень запутанная локация что очень удивительная до этого когда тут нужны гард кидать потому что вот это рыбина под номером один она нам очень сильно будет мозги делать начинаем раздамаживать рыбину закидываем их ядом рыбину чтобы она от тикающего урона погибла видите этот несчастное чудо полторы тысячи и снесло от яда двигаемся дальше наш задача собственно рыбачить можно это рыбалка полезная штука даже если враги выпрыгнуть не страшно я это уже все читал в прошлой серии вы можете ознакомиться нам дали собственно золотую рыбку золотая рыбка это полезная хреновина это баф вот а это не баф это золото причем это огромное количество золота это поэтому не зря мы говорится уже сходили 90 тысяч которые она дает при продаже это полезная вещь начинаем нарезать этого жирного на вторую позицию кидаем много яда для того чтобы она просто сама выпилилась вторая позиция уже упала начинаем раздамаживать первую позицию там 2000 я ли как вы видите у них очень мало шансов выжить такого количества яда а яд не дает лечиться насколько я понял в этой игре и поэтому очень очень полезно просто плюс он дает тикающий урон который в свою очередь просто мешает на вашим врагам собственно мы нашли еще одну рыбалку конечно мы будем рыбачить рыбачить я вообще всех рекомендую даже если на вам ничего путного не выпадет крепкая рыба это скорее всего баф да благословление прочной рыбы ребята конечно очень медленно из-за того что у нас скорости спринтера нету ну как вы помните мы с этим у нас от компании уже встречались закидываем на вторую позицию максимальный яд на первую позицию закидываем просто урон вторая позиция на первом ходу уже откинется 1300 урон яда но шансов очень мало у него меньше хп раздамаживаем раздамаживаем собственно первую позицию по идее бой проходится в большинстве случаев в два раунда если вы проходите его дольше это означает что у вас просто мало урона собственно наш апнулся у нас 3-4 уровень уже кстати ядовитые ботинки на самом деле 29 ботинки ядовитые в любом случае стоит одевать и если есть такая возможность даже если они будут слабее все равно их стоит одевать потому что яд яд это вещь они будут кастовать друг друга ядом тем самым мы этого колосса который будет лечиться мы просто его забьем ядом его скажем так возможность вылечиться сойдет на нет практически пати нес и вовы то есть мы я обычно беру на неизвестные локации хила так называемого священника Софью для того чтобы максимально соевого играть но тут мы уже встречались с этой локацией нам просто не хватило урона поэтому я не взял Софью а взял вместо нее еще дополнительного ядовика для того чтобы больше дамага наносить в одну цель почему ядовика а не стрелка просто и как я понял все дело в лечении посмотрим что из себя будут представлять ядовики насколько они будут эффективны проводим бои собственно заднюю позицию опять затравляем ядом а текущие ребята это уязвимы к огню чтобы вы имели представление они являются животными то есть если у вас есть огонь то есть у меня например эби это огонь в данный момент на нас эта рыба кастует кровотечение но ей это не поможет потому что она уже погибла перчатки молнии ну судя по названию на какого-нибудь стрелка подойдут да на стрелка они как раз бы хорошо зашли но не на текущего уязвим из к волне на и и а ленту или как она называется ну я ее называю изолентой стрелок который с электричеством у меня второй номер шут обязательно к посещению это один из полезных мобов и не бойтесь потерять деньги тут написано 16 тысяч время мы с ними эти 16 тысяч точнее вы их приобретете если вы выкрутите их вот как собственно я я сейчас сделаю собственно я выкрутил 16 тысяч я могу еще плюс один открыть это собственно кошмар не знаю что за кошмар давайте посмотрим кошмар это у нас углушает выбор на противника сопротивление и вдвое уменьшается на 4 хода то есть мы можем оглушить колосса на 2 хода на самом деле это очень классно это нам очень сильно поможет его убить особенно когда он захочет лечиться мы этот момент увидим и просто снесем ему все хп за счет дебафа и яда собственно рыбалка обязательно рыбачим там может выпасть как нормальная хилка то есть как например вкусная рыба которая 20 процентов здоровья ваше восстанавливает так и ну собственно иногда конечно в основном выпадает хилка либо что то полезное более полезное чем хилка ну а что может быть более полезнее чем 20 процентов лечения понятно ела что выше процент но все таки как видите локация достаточно длинная ну рыбины по такому же принципу падают первая позиция раздамаживает задняя затравливается для того чтобы она просто не ходила рэми настреливает первую позицию задняя упала остался передок он нас кидает кровотечением но кровотечения для нас не существенны поэтому просто закидываем ядом для того чтобы она откисла если я правильно понял яд не стакается но это в принципе не важно имеется ввиду от двух ядовиков сопротивление устойчивости ну уязвимость к яду сквозная локация давайте заберем с золотом двигаемся забираем эту компанию ну мы собственно уже с вами с ними дрались уже неоднократно единственная тут метка стрелка стоит на второй позиции в теории можно было бы забрать его стрелком а на переднюю позицию кинуть яд ваншот им его он кидает кровоток мы потихонечку забираем его ядом в два ядовика я думаю быстрее получится потушить его плюс тут у нас присутствует уайт у которого усиленный дебаф на яд у него способность которая больше урона наносит если цель ядовитая также мы в теории можем переносить яд за одну цель на другую собственно квест я читал уже наша задача найти этого бандита бандит с квестом это и будет тот кто нам нужен это будет бой именно с колоссом скорее всего бой с колоссом будет не единственным возможно он и будет и дальше вот опять же два уклониста ну их в принципе одна звезда быстро их можно потушить обратите внимание на первой позиции у нас висит так называемая метка стрелка тем самым наш стрелок за один выстрел заберет обоих скорее всего но как вы видите нам не хватило немножко урона первой позиции собственные предметы кидают локация 34 уровня это вообще она ниже уровнем она 32 примерно ну то есть видите предмет 34 29 то есть плюс-минус нашего уровня предмета локация достаточно большая что кстати неудобно бегать плутать это прямо отдельные неудовольствия честно говоря лучше бы была бы фиксированная локация вот собственно жирный мог давайте его тоже потушим это он является лидером на текущей локации но на самом деле он очень дохлый сюда можно дать гард и просто его затравить он как и все остальные приспешники будет уклоняться по заднику можно стрелять собственно но у нас это он за вас заставил как вы видите а сам по себе начал уклоняться закидываем его ядом на танк не идея не подействовал стан потому что я прожал ему иммунку тем самым танк просто заигнорировал эту компанию рэмми простреливает задников как видите уклонение очень сильное нам не хватает просто урона раздамажить уклонение растет с каждым количеством ходов то есть мы просто не сможем раздамажить скорее всего поэтому будем надеяться на яд и на точность наших сопартийцев убили жирненького но все равно яд у них остался у этих они как видите еще кидают стан ну стан им особо не поможет ну видите да они очень сильно любят уклоняться и мы просто по ним попасть не можем но уклонение у них не постоянное также они будут самовыпиливаться об танка если они начнут убить а первую позицию так называемая учитывая то что они являются зверями мы постоянно лечимся потому что колосс наш он дает лечение как видите у него уклонение прям капец какое сильное мы по нему просто попасть не можем насколько у него уклонениями чисто поржать давайте посмотрим вместе с вами у него уклонение всего лишь 59 а мы по нему уже раз пять попасть не можем нам все таки урона хватило мы его забили ну как вы понимаете три звезды все таки она того стоит это самый высокий уровень сложности три звезды из-за этого бой достаточно долгим был собственно квест нам подсказывают то что мы можем перейти на следующий этаж вот собственно на следующем этаже прожимаем бафы в нашем случае это благословление прочной рыбы даем ее армия у риме есть поглощение у нее есть шанс того что она баф можно будет еще раз поражать наша задача исследовать этаж и собственно где на локации с бандитами которых вы только что увидели заигнорировать их и бить в последнюю очередь собственно уклонист кидаем на яд на последнюю позицию и на первую тоже чтобы они не расслаблялись ну и в идеале прошивать чтобы ребятки ну я думаю рыба уже вы такими дуза уже выпало поэтому нам не страшно давайте вместе с вами посмотрим это шапка свеженькая руки на электричество тридцатые ботинки даже вау прикольно прикольно но они на самом деле не особо полезны и скорее всего нужно будет продавать посмотрим что забав что она дает рыба она увеличивает наносимый урон на 30 процентов на самом деле это полезная рыба на сколько этажей на 1 на то есть на наш этаж она еще урон увеличивает полезная рыба особенно против колосса который хилится это прям капец какая полезная рыба закидываем их ядом для того чтобы они получали урон пол полу леса рыбе снесли уже добрали рыбу добрали собственно взрывающегося пузыря давайте исследуем дальше переход какой-то очень много переходов локация прямо откровенно здоровая локация давайте ее зачистим разошли тем более тут серебряный сундук жалко что не золотой но все-таки бьем с руки слегка накидываем на вторую позицию яд немножко ну я думаю собственно позиция уже отъедет поэтому особо можно не заморачиваться просто стреляем по первой позиции они отъедет и фиксим убрали первую позицию и забираем вторую собственно забрали обе позиции бафов как видите мы пока не нашли что очень плохо бафа в идеале найти в идеале взять еще баф и уклонения если есть возможность собственно рыбка давайте порыбачим нам дали крепкую рыбу еще одну собственно она нам прочная рыба бафа уже давала поэтому для нас она не актуальна прочная рыба увеличивает ваш урон наносимый на 30 процентов 2 хамелеона давайте их по-быстрому уберем они любят уклоняться очень сильно поэтому накинем на них немножко яда и с помощью ядовика и реми будем раздамаживать яд у нас примерно на 400 идет но это маленький конечно яд по сравнению с тем и сколько нужно яд собственно серебряная комната так называемая второй уровень сложности у меня заливаем собственно в пузырек и заливаем первую позицию стреляем первой позиции но у нас к кровотечению пытается кинуть но ему она не поможет убираем собственно первую позицию не убираем вторую позицию восстанавливаем собственно забираем сундук двигаемся дальше нам наша дача на эту комнату с бандитом мы не пойдем открывать ее собственно мы нашли что-то но пока не понятно что это наш дача исследовать полностью весь этаж для того чтобы возможно какие-то бафы еще появится взять бафы дебафы и по возможности уже двигаться нам еще одну крепкую рыбу с судя по всему дали да для нас она бесполезна потому что ну мы уже скажем так бафнулись баф повторно не получится сделать усиление бафа тоже не сработает начинаем раздамаживать этого хамелеон до сих пор жив что очень плохо забрали первую позицию и наливаем я да еще на вторую позицию собственно чтобы он закончился двигаемся дальше исследуем полностью он этаж и в последнюю очередь уже и он боссу возможно нам еще какие-то бафы накидают нам просто элементарно будет попроще бить его помимо нанесения урона что нам например этого бафа маловато а мы его не хватило простреливаем убьем с руки собственно и закончили с этими ребятами это проходные ребята двигаемся дальше от собственно круговая комната если я правильно понял до круговая комната ну как обычно бьем с руки и наваливаем я диком на задние позиции урона кстати стало меньше почему-то что очень странно хотя вроде баф висит он по идее урон может быть больше но почему-то он оказывается меньше бьем с руки заливаем я дику ну и время достреливает наш стрелок это круговая локация собственно исследуем еще ответвление еще два моба это она тоже круговая забираем это двух мобов и собственно забираем сам квест как вы понимаете это скорее всего откиснет ну и второй тоже по идее должен откиснуть сейчас мы на него немножко урон чека нанесем ждем пока они откиснут от яда не откиснут значит скорее всего на следующем ходу мы будем добирать бою по сути идет до хода лучше конечно в один но большинстве случаев нам не хватает урона на один ход еще есть одна комната давайте пробежимся туда еще один босс золотой то есть конечно три звезды будет давайте его тоже забьем пузыри очень опасные они взрываются в идеале разделить урон если есть возможность поэтому давайте разделим урон будем наливать всем понемножку пузырь если я правильно понял начал нестабильность включать накинем на него еще яда ареме добьет собственно его чтобы босс не выпендривался 2000 урон ядом это наш максимум судя по всему урон слабый урон но все таки босс закончился он начал вздуваться как и все остальные мобы нам далее сапоги охотника но судя по названию не бесполезные они скорее всего на животных идут вот поэтому идем на квест деремся с колоссом собственно собственно ради чего мы и приползли сюда именно этим сетапом а так бы я конечно бы пас пас его весь этап взял он более устойчив к перемешиванию и так далее к магическому урону по площади собственно бой с колоссом у нас ядовитый колосс еще дополнительно добыча попала в ловушку чем и так же у нас сегодняшняя добыча собственно единорог у него 34 тысячи хп он наносит урон собственно и вот вот это вот лечение на 28 музея это капец просто раз четыре хода он является колоссом у него иммунитет на всем отсутствует то есть у него все нули наливаем ему яда максимум которую мы сможем ему налить наш четыре хода чтобы его сдуть если мы не успеваем он сдует нас скорее всего наливаем ему еще яда стрелок дает ему метку он сейчас будет по площади бить скорее всего что за туманность расскажи мне туманность 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 а у него контрудар идет а ясно ясно у него иммунитет контролю 3-4 то сейчас он будет контратаковать пускай контратакуют собственно дебафаем нашего коня сейчас будем вливать у него урон сейчас он будет а он урон сейчас будет наносить наша задача просто в идеале конечно его понизить атаку и в теории можно начинать его уже наверное раздамаживать давайте посмотрим насколько действует метка навешанная на него стрелком либо на стрелке это стоит посмотреть метка вешается на три хода а дебаф этого вешается на два хода давайте пока слегонца выстрелим подождем пока он походит и вот теперь мы начинаем наносить дамаг у него пол лица нет уже он сейчас начнет хиляться теперь наша задача нанести максимальный дпс который мы вообще можем нанести если мы его сейчас не заберем то мы его вообще никогда не заберем так 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 это перенос да перенос нам не нужен дебаф ядом двенадцать тысяч дула стрелок мы сдули его одеяние старейшины меня не волнует что она мертва или сживая есть только один шанс не позволяя побеждать сосредоточить свои силы его зовут единорога босс мы несем тяжело потерять тебя впустим иначе мы здесь все умрем заткнись тупица разве ты не знаешь что такая возможность попадает раз в жизни шипение светка эллин лидер баунти ухты то есть ли что в форме единорога вырывается из ловушки его голова испускает сильный свет сжигая все окружающие его тела даже некоторые охотники спрятавшиеся поблизости получили серьезные жоги зрение потеряв способность двигаться мы прошли испытание 2.1 собственно убили этого лечащего колосса вот скорее всего потенциальный наш будет колосс но опять же нам чтобы его открыть нам нужно будет продавить его полностью сюжет с ним ну учитывая то что у нас 100% то мы заканчиваем подземелья выходим с него у нас 36 даже уровень ну нифига себе нас дополнительно апнули ну и собственно 36 уровень вот как-то так сюжет нам продвинули дальше до жадности вот собственно вот наш маг эйди вот свежий который квест нам надо будет вместе с вами делать я думаю мы с вами пока на этом закончим всем спасибо за просмотр с вами был Андрей всем пока пока